Они работают в нашем организме. А что делает организм? Он нам пытается защищать по последнему. Он берет этот холестерин, выбрасывает в стенку сосудов и образуются бляшки. И вот, пожалуйста, когда пациенты приходят уже в сомных артериях в бляшки по 50, по 60, по 70%, значит человек уже зашлаковал свой организм, потому что первые шлаки появляются у нас в наших сосудах. Поэтому холестерин нужно выгнать. Дальше, что у нас еще не так происходит? В кишечнике скапливается безумное количество каловых камней, потому что особенно если человек ежедневно не оборожняет кишечник. Не зря врачи раньше говорили, что кто поутру имеет мягкий стол, потому что когда человек оборожняется один раз в 5-6 раз в день, то есть 5-6 в день, конечно же, а наоборот один раз в 5 дней, то, конечно, все шлаки и токсины, они все опять скапливаются в организме и отравляют наш организм. Поэтому очень важно следить за чистотой своих сосудов и за чистотой своего кишечника. И вот есть такая программа детокса. Ее разработала компания несколько лет назад. Значит, программа детокса сегодня используется, вы должны это услышать, в 170 странах мира. Значит, используется она уже, ну, последняя в Украине, она была немного другая, сейчас она модифицированная программа, уже 20 лет. Это большой срок для того, чтобы сказать, насколько эффективна эта программа или неэффективна. Основу этой программы составляет сок алоэ вера. Значит, природное растение, которое живет 2000 лет, нас с вами не было, алоэ уже лечила. Гиппократ Алицена медицину начинал с алоэ, и так будет всегда. Нас не будет, будет алоэ. Потому что это питание нашему организму, это очищение нашего организма, и это внутренний доктор. Алоэ само знает, как нам помочь. Оно работает на клеточном уровне, оно ищет, как внутренний доктор. Значит, доктор Гиппократ попадает алоэ внутрь, он знает, где бактерии, где вирусы, где грибы, что нужно уничтожить. Затем алоэ очень быстро попадает в клетку, в 4 раза быстрее, чем вода. А значит, алоэ помогает из клетки выводить шлаки и токсины. Это сумасшедший битокс в нашем организме. Ничего природа не придумала более совершенного механизма, чем алоэ вера. В плане детокса, в плане очищения на клеточном уровне. Теперь смотрите, что делает алоэ. С моей точки зрения, это, наверное, самое важное его свойство. Щелочь. Алоэ поддерживает паш крови. Мы все закислены сегодня. Человек сегодня болеет от закисления нашей среды. А алоэ, это щелочь, он нейтрализует кислотность и восстанавливает кислотно-щелочной баланс. То есть, представьте себе, по составу, это наша кровь. Потому что у нас кровь всегда щелочная, у нас течет везде содовый раствор. Просто мы едим, мы что-то делаем не так, у нас кислота течет в крови. А по идее, кровь, это щелочь. И вот алоэ имеет сильно щелочной характер. И поэтому, когда мы его пьем, мы восстанавливаем паш-баланс нашей крови. Что делает еще алоэ? Алоэ, это совершенное питание для нашей клетки. Это клеточное питание. В алоэ содержится 250 питательных веществ. Витамины, минералы, энзимы. Там есть антиоксиданты. Ациманан, который бурится с раковыми клетками, это открыто в этом алоэ. Причем, если вы начнете изучать ситуацию с алоэ, сегодня насчитывается 250 видов алоэ. Но всемирный экспертный совет по алоэ, только единственный вид алоэ, алоэ барбадентис, или его еще называют пустынная лилия. Он растет как кактус в пустыне. Значит, этот комитет, он пришел к такому заключению, что только это является, почему алоэ, настоящее лекарство для нашего организма. И только это алоэ используется для приема внутрь. Иногда пациент говорит, столетник, да, пожалуйста, можно и столетником лечиться. Но сильное лекарство, сильный препарат – это алоэ. Поэтому в основе детокса, когда мы начинаем детокс, значит, программу очищения. То есть, что мы используем? Первое – природное, натуральное лекарство, которое тысячелетиями помогает людям. Людям очищать, лечить раны, убивать инфекцию, питать наши клетки. И поэтому, когда мы начинаем программу детокса, а в программе детокса есть вот такая книжечка. Поднимите, пожалуйста, руки, кто ее уже проходил. Ну, есть несколько человек, а кто не проходил? А кто хочет пройти? Ну, вот еще больше. Значит, тогда для тех, кто не проходил и кто хочет это пройти. Значит, смотрите, все очень легко. Открываем книжку. Для чайника все расписано. Здесь настолько легкая программа. Значит, что мы делаем? Значит, первые два дня в этой программе, в программе детокса, мы не едим обычной еды. Это понятно почему. Мы хотим очиститься, потому что еда нарушает баланс, приносит шлаки и токсины. И вот первых два дня мы пьем 400 грамм сока алоэ. Все на книжечке, все буквально шаг за шагом. Почему 400 грамм? Потому что нужно максимально много, чтобы помочь очистить организм от шлака. Но в программе детокса, не забывайте еще такую ситуацию. Нужно пить много воды. Запишите себе, какое количество. 30 миллилитров на килограмм массы тела. Это обязательно условие. Потому что, чтобы выводить шлаки и токсины, нужно их очищать. Алоэ это очищает все из клетки. Поднимает все эти наши залежи, всего добра, которые мы накапливаем годами. На клеточном уровне. А у нас миллиарды, миллиарды клеток. И дальше уже алоэ помогает это все выводить. И вода выводит через почки. Потому что эффект при детоксе в основном мочегонный. То есть нету слабительного эффекта. Здесь есть четко мочегонный эффект, когда мы часто мучаемся и выделяем таким образом шлаки. Вы поняли, первый препарат это алоэ. Следующее. Что входит в состав еще очистки? В состав очистки входит такой препарат, который называется горсиния. Значит, горсиния, но я сделаю акценты вот на чем. Значит, запомните. Лечка, заходите, пожалуйста, посмотрите. Там есть листок. Я сделаю акцент еще на таком, на каком еще теме. Значит, смотрите, ребята, это все природно и натурально. То есть вот все, что здесь в этих баночках, это то, что существует в природе. Это никакой аллергии не дает. Это абсолютно гипоаллергенно. Это абсолютно нетоксично. И ни у одних пациентов это не давало побочных эффектов. Только один побочный эффект этого всего – это хорошее здоровье. Больше никаких эффектов вы других не получите. Горсиния – это трава, которая что делает? Ее самая главная задача – регулировать обмен углеводов и обмен в поджимудочной железе, подобрать чувство голода, насыщать организм и сжигать жир, который есть. Потому что, смотрите, когда мы смотрим на себя, мы можем нравиться себе. И нравятся нам какие-то, знаете, там отложения. Но самое серьезное – это внутренний жир, висцеральный, который мы не видим. И вот этот висцеральный жир, он приводит к диабету, к инсулинорезистентности и так далее. И более того, чтобы вы понимали, что жир, который мы накапливаем, он у нас накапливает токсины. Так организм защищает себя. Вот чтобы эти токсины не поступали в кровь, то жировая клетка начинает накапливать этот жир. А горсиния как раз регулирует обмен жира. Значит, когда мы проводим очистку, то в очистке мы въем 6 капсул горсинии. Она принимается всякий раз перед едой, и мы запиваем обязательно стаканом воды, для того, чтобы у нас подавляется чувство голода, и мы максимально регулируем обмен жиров и обмен углеводов. Здесь есть дополнительное количество хрома. Зачем хром добавлен? Хром здесь добавлен для улучшения работы поджелудочной железы, для снижения инсулинорезистентности и для лучшей работы инсулина. Теперь далее. Что еще входит в программу очистки? В программу очистки входят еще таблеточки терм. Значит, смотрите, ребята, вот здесь есть такая коробочка, я просто не буду раскрывать, для удобства. Это все разложено в блистеры. Здесь это в баночках, здесь это все в блистерах. То есть вы можете, это детокс дома, детокс на работе. Не надо специально куда-то ехать в какую-то санаторию, платить много денег и проходить в блистерах. Взяли этот блистер в карман, а вы их взяли с собой, и пошли на работу, и проходите в блистерах. То есть здесь все разложено в блистерах, и поэтому, когда вы достаете, все рассчитано. Допустим, в понедельник, на, если вы откруете, я просто покажу вам все, да? Смотрите, ну, смотрите, спасибо большое. Значит, смотрите, как удобно. Вот такой блистер. То есть я тут показываю вам коробочки, а компания о вас позаботилась. Завтрак, обед и ужин. Значит, это кузатенькая Гарсиния, о которой я проговорила. Вот это таблеточки термо. Это зеленые зерна кофе, чая, кетоны, малины. Они нам нужны для усиления термогенеза и для усиления метаболизма. И ощупнули. Вот это вам надеем. Значит, утром, в обед, вечером. Пациенты иногда говорят с нас, где вы еда? Это все еда. Поверьте, голодные вы не будете. Почему? Потому что здесь так продумана программа, что вы получаете сбалансировано витамины, минералы, белки. И вы здесь не голодные. Поэтому ни один человек, и когда вы пьете воды столько, сколько нужно, вы никогда не будете голодным. Терм – это вот эта таблеточка. Она принимается только на утро и в обед. За счет того, что он дает энергию, он вечером не принимается. Гарсиния всякий раз пьется. Смотрите, на планшетке 6 капсул. По 2 капсулки 3 раза в день. Всякий раз перед приемом еды, запивая стаканом воды. А терм принимается только на завтрак и только на обед. Значит, это следующий препарат, который сюда входит в программу очистки. Это коктейль. Значит, смотрите. Вот это мясо без холестерина. Часто пациенты задают вопрос, а как же без белка? Не будут ли у меня мышцы совсем никудышные? И не буду я там вообще умерла с белка? Вяло. Значит, ребята, я вам хочу сказать. Мифы о белке создали мы. Человеческому организму, когда он уже вырос, не нужно столько белка. Ребенку – да, нам нет. Потому что если мы начинаем употреблять много белка, запомните, белок – это сильнейший закислитель. Он повышает кислотность крови. Он блокирует наши почки. Он гниет в нашем организме, потому что это азор. И поэтому столько белка, сколько сегодня люди употребляют, самой своего здоровья создавать свое какое-то, знаете, это преступление. Потом мы имеем подагру, потом мы имеем почки, почечные недостаточности, потом мы имеем атеросклероз, потому что люди, которые едят много животного белка, они получают очень много холестерина. А холестерин – это тайный убийца. Это наши сосуды. Что это такое? Это растительный белок. Это соя. То есть в каждой порции 17 грамм белка. Но здесь есть, когда вы прочитаете состав, заменимые и незаменимые аминокислоты. Здесь есть витамины, минералы, антиоксиданты, витамин D и так далее. То есть с вкусом ванили. Получается, что белок получается. То есть белок будет приходить. И когда вы первые два дня, вы кушаете только одну порцию белка. С третьего по девятый день вы уже будете кушать две порции белка. На завтрак и на обед. Поэтому белка вам будет предостаточно. Вы всегда забудьте о плетчатке. У нас сегодня никто почему-то мифы о плетчатке не создал. А плетчатка – это метелка для нашего организма. Метла – это губка, которая впитывает все шлаки и токсины. Она нам помогает быть здоровыми. Она помогает выводить шлаки и токсины. Она помогает сбрасывать холестерин. Она помогает нам питать живые бактерии, кишечники. И защищать нас от рака кишечника. А мясо – это плохо. И последние рекомендации Всемирной организации здравоохранения, вы это тоже изучаете, читаете. Красное мясо вызывает рак. Его нужно кушать два раза в неделю по 100 грамм. А продукты из переработанного красного мяса, то есть сосиски, колбасы и так далее, эти горы мусора, которые у нас в супермаркетах, сегодня приравнены к азбесту, к плутонию и к табачному дыму. По канцерогенности все равно, что вы кушаете сосиски или курицы. Потому что иногда человек бросает курить и говорит, «Боже мой, кто такой, какой я классный, я бросил курить, но каждый день без сосиски». Поэтому немножко изучайте. Это сегодня и есть проблема нашей болезни. Все начинается с простого, с тарелки, с дна тарелки, что мы туда положили каждый день. Потому что это биохимический процесс. Что мы едим, такое здоровье мы имеем. Значит, здесь вы поняли, растительный белок без холестерина, не закисляет, ощелачивает. И все витамины и минералы здесь они есть. Значит, какие тут советы по белку? Вы можете, в книжечке на одной из страниц приведены рецепты коктейлей, и вы можете на блендере делать очень вкусные коктейли. Смешивать это с каким-то растительным молоком, смешивать с ягодами. И у вас получается потрясающее вкусное белковое питание, такое витаминизированное. Это можно делать. Теперь далее. Что еще есть в программе очистки? Есть файвер, это клетчатка. Вот в таких пакетиках. Она тоже здесь дозирована. 9 пакетиков. Это безглютеновая клетчатка, которая содержит 4 вида бобов, и она водорастворимая. Это насыщение и очищение. То есть она используется как перекус. В течение 9 дней вы ее используете как перекус. Растворяете водички, выпиваете, она насыщает вас, и плюс она выводит также шлаки и токсины. Ну и еще момент такой очень важный. Это питает наши бактерии. У нас в кишечнике живет до 3 килограмма полезных бактерий. Они тоже хотят есть. А если мы туда бросим нас, оно гниет. Если вы туда бросите молоко, лактозу мы сегодня не переносим практически в 100%. Сегодня население не переносит лактозу. Мы бросим туда сахар, опять все закисляет. И наши бактерии, они вымирают. Они не могут жить в тех средах, которые мы создаем. Это безпитание для наших бактерий. Поэтому в очистку она входит как насыщение, очищение и плюс еще питание живым бактериям. И так далее. Что я еще вам порекомендую? Еще буквально несколько слов об очистке. Все очень просто. Значит, 9 дней найти время. Очень просто. Можно никуда не выезжать. Даже если куда-то поехали, взяли с собой, идете на работу, это все можно делать абсолютно в домашних условиях. На работу. То есть отрываться не надо специально. Отпуск какой-то брать для этого. Поверьте, не нужно. Все разложено, все очень просто, все понятно, все доступно. Единственное, на какие нюансы я хотела бы обратить внимание и поделиться своим опытом, что я еще рекомендую пациентам для того, чтобы максимально получить результат от этой очистки. Первое. Пью воду, 30 миллилитров на килограмм массы тела. Второе. Параллельно заказываем такой себе чай. Почему? Это чай, дополнительно очищающий и ощелачивающий чай. Потому что посмотрите, какой состав этот чай. И имбирь, и кардамон, и цветочки алоэ и так далее. Это все ощелачивание. Но это дополнительный детокс. Это помогает дополнительно очищаться нашему организму. Значит, второе. Это чай. Что мы должны... Воду я вам рассказала, Вадим. И теперь смотрите. Неделя, когда мы начинаем кушать, а мы должны кушать 600 килокалорий. Обязательно. Это условия, это очистки. Вот когда пришла эта неделя, эта неделя еды, я пациентам рекомендую полностью отказаться от животной пищи. То есть убрать из рациона мясо, рыбу, яйца и молоко. Почему? Потому что вы максимально тогда получите результаты от очистки. Хотя здесь на одной странице вы найдете блюда на 600 килокалорий, которые все мясные. И иногда пациенты говорят, «Сам, там же написано». Я всегда говорю, это написано для тех, кто хочет поправиться. Вы хотите похудеть и очиститься, значит, пушите цельную растительную еду. И упор сделать на еду максимально непереработанную. Салаты, овощи, фрукты. Сейчас ее очень легко проходить, потому что, во-первых, сейчас пост начался, и это всегда пост очень легко проходить. А второе, сейчас очень много живой, натуральной растительной еды, которая поможет максимально вам провести программу детокса. Более того, смотрите, почему так нужно сделать. Потому что, когда вы максимально щелочность поднимаете, вы максимально создаете среду, которая убивает вирусы, бактерии, грибы, которая растворяет соли, которая максимально выводит шлаки и токсины, которая вам дает энергию, и вы максимально похудеете. Если задача стоит похудеть, на очистке люди по-разному худеют. От трех до девяти килограмм. Вот то, что у моих пациентов, от трех до девяти килограмм сбрасывает вирус. Но женщина худеет меньше, потому что мы часто сидим на каких-то диетах, у нас больше нарушен метаболизм. Поэтому женщина, как правильно, сбрасывает до трех килограмм. Мужчина сбрасывает до, если у меня пациент, который сбросил девять килограмм, вот они вместе начинали эту программу, она сбросила три килограмма, а он сбросил девять килограмм на одном питании, на одной программе. Какой, теперь следующий момент, часто на такой вопрос, в каких ситуациях можно это использовать? Это нужно всем здоровым, для того, чтобы им добыть. Это первое. То есть для того, чтобы повысить иммунитет. Сегодня, поверьте, в 100% населения все зашлакованы. Нет сегодня человека. Я веган, я вообще не ем животной пищи. Я все равно понимаю, что я ее прохожу 2-3 раза в год. Для того, чтобы замедлить старение, для того, чтобы лучше выглядеть, нужно постоянно думать о том, как внутри, как там клетка. Потому что ты даже и питаешься так, но ты все равно пьешь воду, ты дышишь, ты все равно кушаешь какие-то продукты, ты не знаешь, чем это обрабатывается, на какой земле это выращивается и так далее. Поэтому это нужно здоровым. Всем людям, у которых есть низкий иммунитет, часто болеющие, респираторная инфекция, вы просто не выходите из этих болезней, пожалуйста. Люди, у которых есть хронические запоры, а сегодня это проблема. И люди что делают? Пьют слабительно. Это преступление перед собой. Это не решает вопрос. Это очень сложная система. Ну что, выпили эти слабительные, ну что, кишечник опорожнился, но ситуация не меняется. Далее, кому это еще нужно? Все люди, у которых пациенты, я как-то больше склонна к тому, что называйте пациентами, у которых есть сердечно-сосудистые болезни. Ожирение, атеросклероз, гипертоническая болезнь, я так пациентам лечу гипертоников, сахарный диабет, инсулинорезистентность, подагра, это все детокс-программа. Эффект потрясающий. Просто вы получите один только результат. Это перезагрузка работы вашего организма. Это значит высокий уровень энергии. Дальше что происходит в организме? В организме вы просто почувствуете трудоспособность. Вы знаете, я когда ее прохожу, мне всегда думается, ну вроде бы ты правильно питаешься, энергии хватает. Но откуда-то еще возникает эта энергия? Откуда-то такой прилив энергии? И самое главное, трудоспособность. Вот желание что-то делать, делать и делать, то знаете, как заведенная батарейка. Почему? Реально помогает, потому что уходят шлаки и токсины, ты перезагружаешь работу организма, и организм чем только отвечает, благодарность. Ему стало лучше, чем было. Поэтому пройдите эту программу. Она всем показана. Она вам поможет просто подняться на следующую ступеньку здоровья. Сегодня в здоровье нужно вкладывать. И когда мы говорим о том, что мы хотим таблетку очередную, мы не понимаем, что мы делаем. Мы просто уничтожаем свой организм, свою иммунную систему и так далее. Но мы решаем ситуацию только вот сейчас, все и минутно. Когда вы проходите программу депутокса, вы вкладываете здоровье на завтра, на послезавтра, делаете задел очень хороший. А дальше, после того, как вы прошли очистку, вы уже дальше продолжаете помогать себе, принимать другие препараты, о которых я сейчас только расскажу. Но основа здоровья – это программа депутокса. Проверена на всех пациентов. Пациенты… Есть пациенты, которые отказались от таблеток для лечения артериальной гипертензии после депутокса. Сахар вылечили, когда врачи говорили о том, что сахар на завет, нельзя по жизни пейти таблетки. И так далее. Я могу очень много случаев. Люди, девочки, которые приходили с ожирением по 120, сейчас это девочки 60-70 кг. Но всё, начало, старт – это программа депутокса. То есть вы поняли, программа, которая всем подходит, абсолютно противопоказаний нету, хорошо переносится. Единственное, что нужно – собрать свою силу воли в кулак и не открывать холодильник, не думать о людей. Хотя это самое сложное. Оказывается, сегодня от еды все зависят. И, конечно же, смотрите, в программе депутокса нужна… Ну, а тут дальше. Сахар – это вред, это всем понятно, закислитель сильнейший. Вот ещё, обратите внимание на этот слайд. Пожалуйста, что делает животный белок? То, что мы сегодня, посмотрите. Это сильнейший закислитель. Ваш кровь уходит сразу в сторону тройки. И что делает растительный белок? Ощелачивает. Вот ваша еда. Правая колонка. А у нас сегодня люди вот это еда все. Потому что создана мифа о белке. Потому что человек думает о том, что вдруг он умрёт не покушая кусочек мяса. А видите, какое закисление идёт сильнейшее. Будут болезни о кислотности крови. Можно дальше переключить? В детоксе нужно немножко подвигаться. Обязательно. Да, пожалуйста. Есть какой-то идеальный вот этот баланс кислотно-щелочной, от которого мы знаем, закисленный или щелочной? Значит, смотрите. Идеальный кислотный баланс в порошке 732-746. Вы можете купить тест-полоски для слюны или для мочи. Они продаются в аптеке как тест для беременности. И по слюне определять ваш. По тому, как изменяется окраска по шкале, вы определяете, вы закислены или у вас нормальная щелочность. Я тест провожу этим своим пациентам. Ну, процентов 80 все закислены. Так что тут тогда. А я не продаю? В аптеке. Называется ПАЖ-тест для определения кислотности мочи. Но им можно пользоваться и для определения слюны. Потому что можно мочу капать, а можно просто по слюне определять свою бесслобность. По детоксу есть вопросы? Все понятно? А если камни в желчном пузыре? Вы знаете, камни в желчном пузыре... У меня были такие пациенты, которые проводили детокс. Я не видела каких-то, знаете, побочных эффектах, чтобы там был печеночный колик или там камень куда-то сдвинулся. Нет. То есть можно спокойно проводить. Это не является противопоказанием совершенно. Если камни не беспокоят, они лежат спокойно. Но камни это тоже мусор, это шлаки, чтобы вы понимали. Зашлакованность организма. А в острой форме, если вот болят, допустим? Острое нежелательно. Нужно вначале пролечиться, пропить противовоспалительную терапию, успокоить, а потом только проходить. Да. А если у человека было удаление почвы, еще лет, там, 10, допустим, назад, какие продукты из этого будут эффективны для поддержания здоровья? Ну, давайте мы сейчас по детоксу начали, я еще потом... Да, я именно по детоксу. Можно ли полностью программу выпить? А почему нет? Можно, да? Ну, а почему нет? Он же пьет в луке пушей. Нагрузки не будет. Нагрузка, понимаете, здесь наоборот будет, ну, может быть, по воде можно уменьшить количество воды, допустим, ну, там, 30 мл. Зать хотя бы 8 стаканов. Зать меньшую дозу. Не нагружать просто водой. Вот это разве что. А все остальное, пожалуйста, он, наоборот, размужает его организм, не употребляя такое количество высококалорийной еды, которую сегодня люди едят. Попробуй три раза кушать, и еще перекусы. Кто ж такое придумал? Человек встал, уже сидит за столом. Он еще ничего не сделал, но он уже завтракал. Разница Си-9 и 15. Там по две банки аллоги. А вы говорите по 400 грамм. По дням нужно... Просто... Смотрите, там рассчитана, там немножко другая книжечка. То есть, это рассчитана программа. После того, смотрите, ребята, когда вы закончили программу Си-9, то есть... Федя, можно просто показать эту коробочку? Продолжением этой программы является ФИТ-15. Для кого это нужно? Это если человек хочет еще больше результатов получить, похудеть, вы переходите на 15. Все то же самое, плюс 15 дней. Но просто в 15, там сразу с первого дня пьется 100 граммов лоя. Поэтому туда выложено меньше баночек. Поэтому, если, допустим, мы хотим... Еда с первого дня. Еда с первого дня. Поэтому это продолжение является девятки. Но я пациентам часто даю такие рекомендации. Если, допустим, человек плод полный, ему хочет хороший результат. Мы проходим девятку, потом он переходит на 15 и первых два дня делает как по девятке. Еще как бы такой рывок дальше, как бы перезагрузка, и потом он продолжает дальше программу. То есть не сразу, нужно организм... Если, допустим, особенно люди, которые хотят похудеть, они видят, что на какой-то момент вес приостанавливается. Ты что-то делаешь, а вес не уходит. Но организм тоже сопротивляется. Он же не дурной. Он тоже думает, что ж такое? Куда ж мне это отдавать? Я привык так, а хотят сделать совсем по-другому. Поэтому нужно опять сделать два голубых дня как по первому-второму дню, опять дать толчок метаболизму, и потом продолжить дальше программу уже в следующую. Можно ли свидетельствовать людям, у которых будет сердечный приступ? У вас будет сердечный приступ? Смотрите, сердечный приступ у пациентов связан с тем, что в коронарных сосудах образуются бляшки, то есть там есть закупорки. И поэтому все нужно оценивать, какой сердечный приступ. Была ли ишемия, была ли гипоксия, была ли прединфарктное состояние. Поэтому тут нужно... Просто если вы сами будете это рекомендовать, может быть, такую ответственность на себя не берете. Все-таки пускай придет доктор и сделает электрокардиограмму, посмотреть, насколько стабильно коронарное кровообращение, потому что просто так назначает дистрибьютор, но я бы не рискнула бы. Отправьте к врачу, пускай сделает электрокардиограмму, и тогда, пожалуйста, это наоборот очистка показана. И смотрите, сосуды, запомните, это артерии нашей жизни. Если у вас сосуды чистые, будете жить долго без инфарктов, без инсультов. Но сегодня у людей зашлакованы сосуды. Потому что еди мусор, весь холестерин в бляжках. Сегодня молодежь приходит 30-40%, а вы можете, каждый из вас, проверить состояние ваших сосудов. Сделайте доктор сонных артерий. И вам сразу все станет ясно, в каком состоянии, потому что эта визуализация доступна, и сонная артерия является маркером состояния сосуда в вашем организме. И все сразу станет ясно, что вы сделали со своими сосудами. Вот и все. Скажите, вы говорите, не поправиться. Ее семья девушка, которая давно не может поправиться. Как с этой программой набрать ей вес? Смотрите, она работает, но просто это нужно индивидуально уже, не просто сама сидеть. Тут должно быть просто комплекс еще добавок, которые используются в хорове. Это нужно просто индивидуально уже конкретно, во-первых, нужно понять, почему она не может поправиться. Там может быть гиперактивная щитовидка, посмотри, сахар скрытый, там есть много нюансов, гормоны, которые могут это сжигать все. Понимаете? Поэтому здесь не просто, здесь может быть еще какая-то из внутренних причин, которые не дают, которые такой имеет ускоренный метаболизм. Потому что все-таки это редко худые люди. В основном люди все у нас сегодня имеют избыток вес. Поэтому это немножко всем индивидуально. Но мы это используем для того, чтобы набрать вес. Особенно вот этот белок, который используется, то есть там он используется несколько порций в день, добавляются еще другие препараты, и тогда человек, в общем-то, может прибавить вес. Еще одно. Да. Калашан. Чуть-чуть масла, можно ли это исключается? Для эффекта. Значит, смотрите, ребята, по поводу масла растительного. Если мы хотим детокс супер, масло нужно убрать. Масло – это жир. Это достаточно сложно перерабатывание продуктов. А у нас и так у всех масла достаточно в организме. Попробуй, посмотрите, где у нас масла нет. Да. Не обухрепиваю. Тоже исключительно. Нет, а во время детокса на нем ничего. Все исключается. Проводится только детокс. Смотрите, ребята, если вы пьете какие-то нутрицептики, пьете какие-то пареверские препараты, все нужно приостановить, убрать и переключиться на детокс. Прошли детокс, а потом уже дальше, то есть вы, ну зачем же тогда, вы все равно организм должен максимально, и смотрите, мы когда пьем какие-то препараты, таблеточки, мы заставляем печень, печень – это фильтр, мы заставляем печень все это перерабатывать. А мы наоборот не можем